Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Самые ранницы у Гомельским Державным Аутомеханичным колледжи «Шматлюдна». У интернате минавита гэты установы на протягу усяго областного этапу Республиканской Олимпиады по учебных предметах будут жить яго удельники. По великим рахунку, яны уже лепшие – пераможцы районных этапов. Але гэты молодые люди явно имкнутся до больш высоких показчиков. Диплом пераможцы для их выник шматгадовых метанакерованных занятков. С пятого класса начинается подготовка. И чтобы добиться успехов уже в дальнейших каких-то Олимпиадах, нужно заниматься каждый день, даже на каникулах. Для удельников областного этапа Республиканской Олимпиады по учебных предметах организаторы мкнулись астворить максимально комфортные умовы. Уреште тут школьники будут не только жить, але и рыхтоваться до споборненства. Оказать уплыв на настрой и, как следствие, выники испытывал, может любая дробясь. Хоть по великим рахунку, узровень подрыхтовки наученцев Гомельской области достатково высокий. В прошлом учебном году Гомельская область заняла первое место по итогам Республиканской Олимпиады среди областей Республики Беларусь. И та система отбора и система подготовки ребят, которую мы создавали несколько лет, оправдывает себя. И мы имеем достаточно серьезный результат. Непосредные испыты начнутся завтра, а по кульяны – удельники урошистого открытия областного этапа. Выпробовывать свои веды будут 1040 школьников. Самая великая колькасть удельников – 126 человек по математице. Самая маленькая – 7 олимпиадников по китайской мове. У составе журы – выкладчики ВНУ и наставники школ и колледжа. Яны обецают быть максимально объективными. Хоть все ли это и работа журы будет под пильным контролем. Каб выключить махчимость фальсификации выников, некоторые работы проверать двойцы. Практически все они будут аксерены и отправлены в город Минск, где там выборочно будут проверяться также работы повторно, чтобы исключить различные моменты, скажем так, лоббирования каких-то интересов, или же тех людей, которые готовили детей к олимпиадному движению по предметам. Поэтому мы рассчитываем, что все будет кристально чисто. Олег Ченсюров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». На карте Мазара появилась новая улица – 33-й ракетной дивизии. На ней уже стоит новый дом, жахарами которого станут шмадзетные семьи, молодые и семьи военнослужащих. Новые ключи уже уручили первым ладальникам уластных жилья. Подробязности в следующем сюжете. Новое житё у новой кватеры и на новой улице починают 66 мазырских семьев. Сучасная утульная шматповерховка разместилась по улице 33-й ракетной дивизии 2. На первые дни новосёла увеншовали представники местовой улады, депутаты, будовники и творческие коллективы. Хочется, во-первых, пожелать, чтобы всё это дело берегли, чтобы внесли свою лепту в развитие микрорайона. Микрорайон такой интересный, с большой историей, с хорошими объектами. Основный акцент подавничьей галины – узведение домов для тех, кто мает потребу по лепшению жильевых умов. Улику жахару нового дома – 29 шмадзетных семьев. У остальных квартирах будут жить молодые семьи и семьи военнослужащих. Мы сегодня с вами видим радость каждой семьи, которая получила квартиру в этом доме. И без помощи государства, я думаю, что было бы очень тяжело построить такое просторное жильё. Дзеверыва уластную квартиру с радостью отчиняешь мадзетная мать Алена Моисеенко. Ранее великая семья жила у батька у мужа. И восьмары об уластной жилплощи стали реальностью. Напереде – ремонтные работы и переезд. Алих это уже приемные клопоты. Новую квартиру получили. И очень благодарны за это государство. То, что поддержали многодетные семьи, что дали льготный кредит. Проблема забеспеченности этой социальной категории жильём будет активно выращаться и в будущем. У планах будовников на 2020 больше за 50 тысяч квадратных метров. Новоселами станут и те, кто только задумывается про пополнение семьи, и те, кто уже выховывает детей. В Мозыре запланировано на 2020 год 60 тысяч метров квадратных жилья построить. Из них 657 будет квартир в многоэтажных домах. Дома будут строиться с государственной поддержкой в виде 240 указа президента Республики Беларусь. Будет построено также арендное жильё, коммерческое. Самым запотребованным жильём у Мозыран застаются квартиры свободной планировки. Всё лето протягнет активно забудовываться новый район у протяг в улицы Малинина. Комфортные сучасные домы з'явятся на улице Мира и Советской. Евгения Кухаронак, преподтримцы телеканала Мазыр. Мир, дружба, яднание. В Лельчицком районе пройшла международная доброчинная ёлка. Ей организатором выступило Гомельское отделение Беларусского фонда Миру. Святочное мероприемство о пошне у марафоне новогодних ранечников громадского объединения. На урочистостях побывал наш корреспондент Дмитрий Котов. У фойе Центра культуры завершаются опошние приготовления для встречи гостей. Организаторы Святочной ёлки чекают делегацию из украинского города Алевска Житомирской области. Она довольно представительная. Больше 60 человек, первоважная большинство – дети. И вот автобусы начинают подъезжать до места призначения. Одразу отчувается, что сустракаются не просто старые знакомые, а соправданные сябры, для которых дружба – не просто слово. Нам дуже сподобалось, як нас зустріли. Це було дуже красиво. Было дуже гарно. Дуже было багато эмоций. И было дуже приємно. Лельщицы і Алевск сябрують уже неколькі годів. У першиню невеликая делегація з України побывала у райцентры на мероприемстві, присвяченым Дню обороны дятей. Символично, что минавито тады узникла ідея развивать сябровский износин и сярод молоді. І вось праздніки час її реалізовали з допомогой Фонду Міру. Сьогодні ми ехали не просто в перший раз в гості, а ехали. Ми знали, куди едем. Знаем, що нас завжди здесь дуже тепло принімають. Святошний концерт рихтовали за ніколькі тыдням. Своє выступлення у народным традиційним стилі представили гості з розних районів Гомельської області. Со своїми звичайами познайомили і українські школьники. Подобный культурный обмен дозволяє ближай познайоміцей, гэта махчыма стане початком моцной дружбы поміж навучэнцами Беларусі і Україны. Я хочу, щоб вони уехали отсюда з приятными емоціями, щоб вони сюди приїжали не один раз. Один з самых яскравых момонтов у програмі – каска па щупаковым загадзі. На протягу амальгадзіны артысты-аматоры Лельшыцкого центра культуры ладзіли представлення і неучывні заступалі професіональним артыстам. Каска вучыць добрыні і па вазі. Іміна віта гэта – галон ісэнц святошнага мероприємства. Главна наша цель – щоб ми показали, що наша республіка іміна являється миролюбівою республікою. Республіка іміна дружбы-сагласія. Я думаю, що ребята, коли побудуть здесь, вони це ашуцят. Я думаю, що сьогодні їх приїзд – вони внесуть вклад, маленький вклад в єдину і дружну сім'ю наших народів. Дмитрий Котов, Ігор Марышенко, отель-радиокомпанія «Гомель», Лельчевський район. У ГДУ іміа Франциска Скарины подвіли в вініки роботи другого зімового лагера для старшокласників. На заключеному етапі вони презентували бізнес-моделі свого хобі. Проєкты оцінювали експертні жури – продпримальники і викладчики економічного факультета. Мета зімового лагера – сформіровать продпримальницькі навыки у школьників. Усяго у проєкці удзельничали 10 школ «Гомеля». До фінішу дошли представники п'яти установ-аддукації. Проєкт я представляла – це «Пепсимакс». Я решила, що зараз популярний напиток – це «Пепсимакс» і що це буде лучшее продвіження моєго аккаунта в інстаграм. Я представляла проєкт – це інтернет-магазін, який буде продавати продукцію хендмейд, який буде брати продукцію від тих, хто займаються хендмейдом. І вже перепродавати на нашій точці. Либо через кур'єрів доставлять, либо доставлять наложним платіжом на почте. Не хватає на самом деле площадок для общення школьників даже друг з другом і з тими, хто вже являться состоявшимися предпринімателями. Потому що сьогодні школьники активно обсуждали ідеї друг друга. Одновременно вони дискутировали і з експертним нашим сообществом, представителями предпринімательства. Інформація про умови роботи зимового лагера для старшокласників і старт подачи заявок розміщена на сайті ГДУ. Сьогодні в Білорусі означають «Старий Новий Год». Одна з головних старожитних традицій свята – коляды, які зникли як уникальний культурний синтез язичніцьких і християнських традицій. Колядовщики перапранаються, розмалювують ствары і використовують маски. Головний дзеючий персонаж на коляды – коза – символізує плодовітость і добробыт. До того ж лічиться, що гэта оживела отганяйня чистую силу. Колядовщики отправляються до своїх сусідів з піснями, танцами і жартами. При гэтым господару треба здівіць і развісяліць. Гатей прынято одорвать пачастунками, пірагами, блинами, фруктами і цукерками. Візіт колядовщиков завсюди завершається словами подяки і добрыми пожаданнями. Подарунки на коляды. Волонтерський отрат «Открытые сердце» і хокейний клуб «Гомель» сёння передали цацки выхованцам отделення дзеннага і круглосуточнага знаходження дзятей і молодых інвалідів «Майская кветка». Подарунки були собраны під час сумесной добрачынной акції «Цацкопад», яка пройшла на опошніму 2019-м годі домашній матче хокейного клуба «Гомель». У їй приняли удел усі жадаючі болельщики. У Венюку отрималося собрать більше за 2500 подарунков для дзятей. У Першиню подобну акцію провела національна хокейна ліга США, а «Гомель»ська команда підтримлює традицію других от запору. Хочу сказати спасибо всім болельщикам, хто відкликнувся. Ми собрали більше 2500 гришок. І зараз з огромною радістю від всього клуба і вместе з волонтёрами даримо їх дітям. Від кожна гришка – гришка – гришка для дзятей. Діти улыбались нам, ми улыбались їм. Енергетика тут приятна, атмосфера. І будем заряджаться від них і показувати хорошу ігру. Вихованці відділіня «Майська квітка» зустріли гості імпровізованним концертом і зробленими іми подарунками. Діти і молодь з захоплінням розмовляли з хоккеїстами і робили фотографії на пам'ять. Зараз установу обслуговують більше за 100 сімей, які виховують дітей з особливостями психофізичного розвиття. Тут їм допомагають соціяльній і працівній адаптація. Одно із важних направлень в нашій роботі – це услуга соціальній передышки. Ми краткосрочно берем на себе уход за ребенком, молодым человеком с інвалідністю, з тим, щоб сем'я немножко могла віддохнути, решити якісь соціальні свої проблеми. І ребята к нам возвращаються, як правило, кожний місяць. І, в общем-то, ми становимся для них, я надеюсь, вторим думом. У минулому годі майська квітка оцветковала своє 15-те годі. У картинной галереї Гаурила Вашенки презентовали новий міжнародний выставочний проект «Украина з любов'ю». І першу експозицію у його рамках працтавила мастачка Любов Коваленка з українського міста Дніпр. На выставі працтавлено ассорти мастацьких стилів і технік. Баток, кропковий роспис, живопись, аутарська лялька, витраж. Справа у тим, що Любов Коваленка не ставить собі рамок у творчості. Як тільки їй поддається один на керунок у мастацтві, яна знаходить новий для сваєння. Отриманне веде яна передає своїм навчанцям. Мастачка – керівник творчиха центра країна талентів. «Я стала директором, коли в течінні року я почала робити нові роботи. І мій муж заказував по інтернету, була така личність неізвестна. І от збралась якась сума діньків. І я кажу, Вов, ну вот вже можна і студію відкривати. Таким образом, він і мене підтримував, дал веру в себе, і відкрилася нова студія». Навідаць виставу можна до 9 лютого. І на приконці випуску «Абнадвор'є». Отповідно прогнозам синоптиків, морозы на гэтам тыдні у наш регіон не прийдуть. Навод на водохреша об'яцаюць зниження температуры максимум до минус 4. Завторка на території Гомельській області усталюєця в облачне надвор'є. Месцями з проясненнямі. У ночі і раніцей махчимы невелікі опадки. В особних районах слабый туман. Ветер – полдньово-заходні, полдньовы умерані. Температура поветра у ночі не нижче за минус 3 градусы, максимальна у день – плюс 5. Доготерміновые прогнозы нередко не здійсняються. Однак пакуль на суботу і святочну неделю об'яцаюць минусову температуру поветра і у ночі, і у дзенныя годіны. Слупок термометра буде вагацься от минус 1 до минус 4 градусів. Однак хвалявацься не варта. Калі вірець народным прикметам – теплай надвор'я на водохріша до багатого ураджаю, а пахмурне – до теплого літа. Гэта і інша новіна ви можете знайсти на нашім сайці у інтернеці по адресі www.tvrgomil.by. На гэтым випуск завершений. Дякую за увагу і до зустрічі у ефірі. Де-факто на телеканале «Беларусь-4» в студії Александр Гамоля. Здравствуйте. Преступника, который в минувшую пятницу ограбил отделение банка в Гомельском районе, до сих пор не нашли. Об этом сообщили и в Следственном комитете. Напомним, ограбление произошло в поселке Большевик около 16 часов. Неизвестный зашел в отделение и, угрожая похожим на пистолет предметом, потребовал деньги. Всего ему удалось похитить различные валюты на сумму, эквивалентной 11 тысячам беларуских рублей. Сотрудники комитета госэкспертиз провели на месте ряд необходимых исследований, а в Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «Разбой», подозреваемый в розыске. Его приметы на вид мужчине 30-40 лет, рост 180-190 см. Он плотного телосложения. Был одет в черную куртку с капюшоном, черные брюки, коричневые ботинки. Лицо с крылышарфом, с красными продольными полосами. Расследование уголовного дела продолжается. По объектам, изъятым в ходе осмотра места происшествия, проводятся необходимые экспертизы. Продолжается проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лица, причастного к совершению преступления. В Гомеле сегодня утром произошло массовое ДТП. Паровозик из четырех машин образовался на улице Мазурова. В 7.30 водитель крайнего автомобиля выбрал небезопасную скорость и применил экстренное торможение. Но тормозной путь оказался длиннее, чем дистанция до впереди идущего транспортного средства. В итоге в одном ряду столкнулись сразу четыре иномарки. Самое сильное повреждение у Ниссана и Пежо. Уважаемые водители, с учетом нестабильных погодных условий, выбирайте безопасную скорость для движения, для того, чтобы в случае необходимости остановить свое транспортное средство. Кроме того, избегайте необдуманных маневров, выбирайте безопасную дистанцию и боковой интервал. Эти действия помогут избежать вам неловких ситуаций на дороге. Сегодня ночью в областном центре на улице Зои Космодемьянской работники МЧС на пожаре спасли мужчину. Загорелась квартира на восьмом этаже. Обилие дыма обеспокоило соседей. Спасателям пришлось эвакуировать с девятого этажа пятерых человек, включая двоих детей. Медицинская помощь жильцам не понадобилась, в отличие от хозяина квартиры, в которой произошел пожар. Мужчину обнаружили в ванной без признаков жизни и передали медикам. После реанимационных мероприятий пострадавшего госпитализировали. Причина возгорания устанавливается среди версий – неисправность электронагревателя и неосторожность при курении. Схожая история произошла и накануне выходных. В Гомеле на пожаре спасли жизнь подвыпившему мужчине. Ни минуты не промедлил его сосед. Мужчина увидел дым из квартиры, открыл незапертую дверь и вытащил оттуда хозяина. Позднее вынести погорельца на свежий воздух помогли спасатели. Причина возгорания – неосторожность с огнем при курении. Тревожный звонок поступил спасателям. И накануне в квартире на улице Кожара жильцы нашли коробку с артутью. Люди обнаружили ее на лестничной площадке между первым и вторым этажами жилого дома. Колбы с опасным веществом находились в пластиковой коробке из-под торта. Все они были герметично закрыты. В парах воздуха опасных веществ спасатели не обнаружили. Общий вес жидкости составил более килограмма. Кто ее оставил в доме и для чего – пока неизвестно. На сегодня все. Будьте в курсе происшествий Гомельской области вместе с Де Факто. И оставайтесь на Беларусь-4. На телеканале «Беларусь-4 Гомель» новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. В Минске завершился чемпионат Беларуси по вольной и греко-римской борьбе. В состязаниях классиков у представителей Гомельской области четыре награды чемпионом страны стал мазырянин Станислав Шафаренко. Лишь в финале уступил Джавид Гамзатов. Илья Битеев и Глеб Макаренко стали бронзовыми призерами. Шесть наград завоевала женская сборная области по вольной борьбе. Лучшей в своей весовой категории стала Мария Мамашук. Виолетта Ребикова завоевала серебро. Также в активе девушек четыре бронзовые награды. Призерами стали Валерия Ермола, Надежда Буланая, Наталья Бельская и Наталья Ланько. Гомельчанка Алина лучшего спортсменка года в Минске. Белорусская федерация легкой атлетики подвела итоги 2019 года и вручила специальную награду «Атлетика». Обладательница юниорского рекорда Беларуси в беге на 400 метров стала спортсменкой года в возрастной категории юниорки. В тройку лучших детских спортшкол страны попал Гомельский областной цор по легкой атлетике. Второе место. Лучшей судьей Гомельской области стала Екатерина Гончар. Лучшим председателем региональной комиссии республиканская коллегия судей 2019 назвали Оксану Станкевич. Позади 12-й тур чемпионата Беларуси по мини-футболу. Светлогорский ЦКК начал второй круг регулярного этапа с крупной победой над Борисовым 906-2 и поднялся на седьмую строку турнирной таблицы. Гомельский ВРЗ, уступая по ходу гостевого поединка, Аршанскому Витену сумел заработать 1 балл. Итог поединка 2-2. Этот результат оказался на руку еще одной гомельской дружине. МБЧ, одолев со счетом 5-2 столичную охрану «Динамо», вернула себе лидерство в турнирной таблице, подвинув с вершины Витен. ВРЗ по-прежнему замыкает квартет сильнейших. Гомельская волейбольная энергия добыла первую победу в новом календарном году. На выезде команда Дмитрия Лихорада была сильнее столичного «Мапида». Поединок получился напряженным и растянулся на 4 сета. Гомельчане за счет более уверенной игры в концовке партии записали в свой актив общую победу 3-1. 15 января энергетики в очередном туре чемпионата страны дома играют с Могилевским коммунальником. Начало поединка на арене спорткомплекса «Локомотив» в 18.30. В турнирной таблице «Энергия» на третьем месте. На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин